здравствуйте уважаемые пчеловоды приветствую вас на youtube канале магазина улей меня зовут александр третье видео рубрики пасека с нуля в третьем видео мы планировали вас познакомить с новым нашим новым пчеловодом андреем но начали жнула и его забрали собирать хлеб прошел уже 21 день с того момента как мы подселили 4 отводка поселили в улья вернее вот сейчас откроем улья посмотрим насколько они уже раскачались кстати у нас хорошая новость у нас зацвел подсолнух сейчас не знаю покажем вам поле вдалеке но в поле почти все желтое мы посмотрим первую семейку эта семейка у нас недельку жила без матки прошлый раз не подсадили матку сразу так из инструмента взяли мы только щетку и стамеску работаем без лимаря потому что мы просто посмотреть как раскачались практически все рамки обсижены шевелились пчелки наверное будем расширять завтра наверное поставим второй корпус потому что взяток хороший пчелы работают так мы посмотрим крайняя рамочка натянут потихоньку не сильно натянут поставим на другое место но это прям уже сильно хорошо вот это оттянули подожди не 21 день я сказал 21 день 2 недели это третье видео до 2 14 дней прошло ошибся и уже медико наносили увидишь вверху надо кронштейн срочно приобретать потому что не очень удобно но опыта не хватает еще работаем с рамками поэтому прижал это поставим центр это там реально тяжеленько мне надо ставить срочно второй корпус тяжелая надо наносили опыта не хватает работы поэтому рамки падают стучат это на новой овощине рамка стояла в центре это наносили так матку я еще не смотрю не видел а что она не тут прошла где внизу внизу где-где-где ага они тут висят это как они скопили так пошли атаковать и все может смотреть ну да все пересмотрим так полоска наша приклеилась так ставили полоски эко плюс поэтому они безвредны вот тоже та которая рамка приехала с пакетом ага так пришлось принять экстренные меры одеть дополнительно кофту потому что выдали выписали девочки девки мне только что три раза знаете как на любой пасеке есть самая злая семья и вот у нас самая злая под номером один здесь вечно всех кусают в остальных семьях ни одного укуса здесь по 6-5 сосед получает перчатки перчатки хорошие перчатки не прокусывают ссылочку на перчатки ставлю видео кто еще не проходил ух блин не могу высыпается да надо ставить корпус срочно что я матку не нахожу это меня беспокоит она была была просмотрел страстным этим да атакует так все надо ускориться и быстро закончится я так посмотри да 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 ну что мы не будем до конца смотри давай давай именно такие эскадрильи эскадрильи истребителей ой дернул конятность я так дергаю как я смотрите две недели вощина так ну хорош все понятно завтра будем увеличивать практически все пси жена поэтому закрываем девочек и да ты шо посмотри что творят самое тоже жалят начали да ну 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 блин а что они такие что они такие агрессивные не надо дымарь завтра не надо дымарь завтра играть ух ух а это ух а это что они творят ну ну они злые завтра закончим с дымарем уже сейчас и туда смотрим ну вы видели что произошло девки дали мне звездей вытянули с меня около десяти или двенадцати жал вот ну я не восприимчивый к укусам пчел поэтому немножко подпухло уже на следующий день все прошло объясню почему так получилось прибежал с работы покупался надышно надухарился прыгнул машину и поехал на дачу к пчелам только вышел с машины сразу за маску за перчатки и начал делать осмотр совет если вы обладаете какими-то знаниями используйте знания и включайте голову когда идете на пасеку сейчас мы будем добавлять корпуса разожжем дымарь вот ну будем то есть наращивать семьи ой извините не наращивать семьи добавлять корпуса ну вот видите мы уже поставили вторые корпуса пчелы уже начали в них работать сейчас будет небольшая вставочка ролик об укусах пчел и как минимально обезопасить себя от аллергических реакций на этом буду с вами прощаться подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до скорой встречи пока укус пчелы довольно болезнетворные особенно в тех случаях когда жала остается в ране яд этого насекомого является токсичным для организма и может вызвать аллергию поехали при укусе жала пчелы пробивает мягкую оболочку и начинает впрыскивать яд жала представляет собой зубчатое копье с мешочком для яда после укуса насекомое не может его вытащить жала вырывается из организма пчелы вместе с ядовитыми железами после укуса оно пульсирует еще около получаса если жала не вытащить то она углубляясь все глубже выпустит весь яд из мешочка именно поэтому рекомендуется быстро и аккуратно вытащить жала из-под кожи так в организм может попасть намного меньшее количество яда нежели чем оставить жала внутри доза яда одной пчелы не считается смертельной за исключением случаев аллергии на него как правило один укус может вызвать незначительную боль появление отека покраснение кожи обычно эти симптомы быстро проходят при множественных укусах болевые ощущения и отеки кожи усиливаются у человека может появиться реакция на токсичность яда ухудшение общего состояния появление головной боли повышение температуры у людей имеющих сильную аллергическую реакцию на укус пчелы появляются специфические симптомы затруднение дыхания отеки в других не связанных с укусом местах потери сознания головокружения аллергическая реакция у каждого проявляется в разной степени и в худшем случае может вызвать анафилактический шок но есть хорошая статистика аллергии на пчелиный яд страдает всего около 2 процентов людей к тому же пчелиный яд в малых дозах очень полезен для организма если жало пчелы вытащить не удалось то в принципе ничего особо опасного не случится после того как спадет боль и небольшой отек вызванный попаданием пчелиного яда на месте укуса образуется небольшой нарыв из которого жало и выйдет вместе с небольшим количеством гноя при выдавливании но в любом случае лучше не допускать укуса пчелы нужно избегать мест с большим скоплением этих насекомых а при попадании в зону их высокой плотности нельзя делать резких движений и махать руками а 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